Мамба ужасная змея Африки Ни кобра, ни гадюк не боятся Доча, сахара подай А сахар кончился Я позавчера кило купил Неужели четверо человек? Во-первых, пятеро Во-вторых, некоторые, не буду говорить кто По три ложки в чай кладут Это я-то? Да Я три ложки кладу Ты три чайных, а он три столовых Дочь, ты не подумай, что я твоего мужа куском попрекаю Но при таком аппетите неплохо было бы и на работу устроиться Нет, мама Ты именно куском и попрекаешь Не дерзи матери А я не дерзю, не держу В общем, вы думаете, так легко нормальному человеку на работу устроиться? Ой, Андрей, а мы как раз о тебе и говорили, богатым будешь Ой, твоими бы устами да мед пить Конечно, сахара-то нет Так что, Анри, сегодня без сладкого А мне все равно некогда У меня собеседование Ой, это в той фирме, что Танька порекомендовала? Ты мой шоколадный Ты, Анри, главное не мямли, пожестче с ними Если там они заведут свою песню, дескать, зарплата маленькая, отпуска нет Ты жестко сразу так Когда приступать? Следующий О, Господи Вообще-то я, Андрей Пришел на собеседование? Вы кто? Принц То есть, экономист Меня прислала Татьяна Васильевна Это кто? Подруга моей жены Понятно Водички? Нет, спасибо Да на здоровье Риэлтором работали уже? Нет, я экономист И по профессии Так хорошо, что не работали Не примелькался еще Значит, условия работы у нас, как и везде Белая зарплата 800 рублей, черная 500 баксов Это что, расизм? Следующий Ну вот, смотри, ниже В рубрике их разыскивает милиция Вот, ваш Анри Как две капли воды Бред Это у нас пол Москвы, негров Вообще-то похож На сам, посмотри О, блин Ну вы даете Ну, может, это еще не он А при чем здесь он не он? Ты мне какую газету сдала? Ну, свежую Вот в том-то дело, что свежую С утра говорил Что вечером в футбол Локомотив в Реал А если бы я сейчас счет прочитал? Это хорошо, что рефлексы сработали Мне кажется, Аркадий Борисович Что вам сейчас не о футболе надо думать А я стараюсь не думать А вот они все за газетами лезут Аркаша, дело-то серьезное Негр, брачный аферист А вдруг это про нашего Анри? Ты понимаешь, чем это пахнет? Кстати, а чем тут у вас пахнет? Это не от нас Это от нашего соседа Может, сообщить, куда надо? А? А может, он там мертвый уже? Это он вчера был мертвый А сегодня он с утра лечится Да не отвлекайтесь Ой, господи Гражданин Мозамбика Франциско Шукани Он же Черный Мамба Он же Микола Мумиё Он же Коля Маклер Он же Бешеный Анри Анри! Бред, да мало ли у нас в Москве Анри эти А фотография, посмотри, похож ведь Да не все это Похожи на одно лицо Ну, я не знаю Мое дело предупредить А вот останетесь без квартиры Как это без квартиры? А вот так Мумиё это сначала женится Оформляет квартиру на себя А после Оле Что значит Оле? Ну-ка, что значит Оле? Я ему дам Оле Особые приметы Родинка в форме банана На левой ягодице Где? Ты далеко? Да на курсы свои Тогда я у вас посижу, радио послушаю Только громко не включай А чё так? Папа не переживёт Если счёт услышит Футбольный? Это хорошая информация Перемешок от сумки не видал? Неа Чёрт Куда же я все эти книги? Можешь морок забзять? Да? Спасибо Спасибо, на хлеб не намажешь Сколько? Десятка Ты маленький Меркантильный Кто? Никто А то ещё за моральный ущерб Сдерёшь Я побежала Подвёл ты меня Я тебя в такую фирму хотела пристроить А ты? И чему вас только в Гарварде учили? Экономики Плохо, значит, учат Смотри Моя белая зарплата Пятьсот рублей Чёрная В десять раз больше Плюс чаевые Понял? Нет А налог я плачу С пятисот рублей Теперь понял? А, то есть ты обманываешь государство А, дошло, наконец Ну я-то обманывать не могу У меня в племени это табу Поэтому и сидите на пальме У нас цивилизованная страна Привыкай Не Я, наверное, не смогу Ладно Не всё ещё потеряно В контору тебя могут взять Если ты им клиента приведёшь Ну, который захочет продать квартиру или купить Ну, я же экономист Я даже терминологии не знаю Господи, да какая там терминология Это же не ядерная физика Сколько квадратов Комнаты смежные Нижний, верхний не предлагать Вторичка, хрущёва Евроремонт Стеклопакет Полный фарш Про конъюнктуру не забудь Понятно Понятно Кстати У нас в Африке На пальмах не сидят Они колючие Как же так, как же так А ещё принц Он всё наврал Это ясно А, а говорил, что не врёт И то, что не врёт Наврал Любовь у них У него к московской квартире Любовь Это же не просто квартира Это же почти музей Вон, пятно от Станиславского осталось Когда на него люстра упала Я слышал, вроде от сердца умер Ну, я не говорю, что от люстры Ну, а пятно это просто Он очень сильно испугался Кофе пролил Главное не раскисать Как же не раскисать, когда квартиру, в которой всю жизнь прожили Во-первых, не всю жизнь Я надеюсь А во-вторых, может, наш Анри и не Мумиё вовсе Может быть, родинки-то вообще и нет Пойди проверь, когда он у него в таком месте Это технический вопрос Он решаемый Там хитростью, силой В конце концов Но милицию-то ещё никто не отменял Другой вопрос Как её там разглядеть? Милицию? Родинка, он же чёрный весь Может быть, он ещё не весь чёрный Может быть, у негров как раз родинки белые Как негатив Как негатив Нет, на это нельзя надеяться Ну, Аркаш, ну, нашёл время Ты не мешай думать О, придумал Надо у Маринки спросить Она наверняка видела Ну, нет, Марина не такая Какая не такая? Слепая, что ли? Марина из интеллигентной семьи А она на такие вещи смотреть не будет А куда же ей смотреть Когда мы во всём этом живём? Другой вопрос Что её дома нет Каждая секунда дорога Так что Придётся тебе Мать Что? Придётся? И всех троих Зарезал А квартиру их продал А потом сам на похороны пришёл А там уже новую кралью себе нашёл Здравствуйте Здравствуйте Доброго здоровья, Вечка Анри Не помню ваше отчество Замбумбам Вангам Ванга Замбумбович Да, вот именно оно Теперь точно не забудут Нет, вы как хотите Я ни минуты здесь не останусь Я завтра же продаю квартиру Валентина Сергеевна Да Кстати, вы не хотите свою квартирку продать? Я? А с чего бы вы это? Так просто спросил Я бы вам попросторнее подыскал Нет, спасибо, Анри Замбумбов Ну вы в курсе Замбумбович Мне и в моей неплохо Так смотрите Если надумаете То скажите Я сразу помогу Педали Он их квартиру продаёт И уже на мою нацелился Нет, я Я сегодня же продаю квартиру Привет Наши-то, а? Какие ваши? Ну наши, общие Локомотив продал Реалу 3.0, а? Спасибо, посмотрел футбол Это я специально с тобой Непринуждённый разговор начал Чтобы вступить в контакт с подозреваемым Кто у тебя подозреваемый? Ты Жалуются на тебя Пахнет, говорят, сильно Конечно, пахнет Вот будто выходные Вывезу весь навоз на дачу Мне ж среди недель никто выходные не даёт Сегодня понедельник, между прочим Между прочим У меня график скользящий Ладно, кто заложил-то Это поди Уроженец Лимпопо На там-таме своём настучал Во-первых, это не он А во-вторых, не надо так называть нам представителя Дружественной нам державы Ну и пусть едет в свою державу Там экономику разваливают У нас своих юристов, экономистов Не в проворот Вернёмся к нашему навозу С каких-то спор Он стал нашим Это мой навоз Ты его не выроши, он и пахнет не будет Почти Я этим навозом, между прочим Культурный злак Удобряю Шампиньоны То, что ты вот народное хозяйство поднимаешь Это хорошо Но вонять на моём участке Я тебе не позволю Сколько же всего не стоит русскую милиционера купить? Так Вот это деловой разгон А это я риторически спросил Намекнул Что тебя мафия купила Какая? Африканская Анри-то наш бешеный Чё, собака, что ли? Хуже Чёрная мамба Ты что, как будто не в милиции работаешь Про это все газеты пропечатали Международный аферист Так, ну-ка, ну-ка, давай подробности Анри, давно хотел спросить Вкусно? Да, спасибо Я тот случай смешной вспомнил У нас в России картошку выращивают Так вот у моего шефа родинка В форме картошки Это где? Не важно А у вас такое бывает, Анри? Нет У нас бананы выращивают Ну, а родинки такие бывают? Вот в форме бананов Не знаю Как-то не попадалось на глаза Спасибо Интересно Допустим Допустим Сколько в этой кухне метров? В смысле? Ну, метраж какой А это зачем? Мне нужно для работы Хочу на глаз мучиться определить Ты же экономист Вроде Был экономист Ну, вот жизнь заставила И... Так эта квартирка, она хрущёвка? Чего? Да ей более ста лет В этой квартире Сам Станиславский пятно оставил Ну, пятно можно убрать Заделать Евроремонт Полный фарш сделаем Я тебе сделаю У тебя в Африке заделывать будешь Понял? Бананами Я, пожалуй, пойду Может, это ещё не он А ты на него кричишь Ну, ничего Я пойду к нему и всё улажу Заодно выясним Ху из ху План такой Я его на тебя выгоняю А тут уж ты здесь не промашь А чё делать-то? План такой Анри, я давно хотел тебе сказать Так вот, Анри, я хотел тебе сказать Очень давно Ты для нас как родной Поэтому Светлана Алексеевна Приготовила тебе сюрприз Она ждёт тебя Давай, иди Хорошо Можно штаны надеть? А, конечно, конечно Это твоя комната Что-то не так? Я привык в одиночестве надевать штаны А не, ну что ж Это у каждого свои привычки А, это мне выйти Если не трудно Всё, ухожу 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 Пап, хочешь скажу Как наши в Испании сыграли? Сколько с меня? Обычный тариф Двадцатка Избаловали тебя Но только чтоб Могила Слушай, может ещё одну добавишь Чтобы случайно не вырвалась Я могу тебе ремня добавить Просто спросил Ой, Анри Давай снимай штаны скорее Зачем? Сюрприз Ну давай скорее Что ты как неродной? А, простите Я, видимо, не знаком с русскими обычаями Но мне кажется Знакомься У нас в России принято Чтобы тёща заботилась о своём зяте В каком это смысле? В прямом Ну что, я не могу тебе штаны зашить? Нет, почему можете Но мои-то целые Ну, где же целые, когда вот? Это карман Ну правильно Я их и зашью Ты же у нас человек южный, да? К нашим морозам непривычный Вот, а в карманы дует Так сейчас лето Ну правильно А ветер-то ещё никто не отменял Вот, а организм у тебя нежный Нормальный Я закалялся, как сталь И вообще люблю, когда в карманах прохладно Кстати, Андрей Если тебе нравится без штанов ходить Так ты ходи, как у тебя на родине Тебя никто не осудит Спасибо, спасибо Если я захочу, то сразу и сниму Спасибо Пап, за тобой пришли Ну-ка, погуляй пока Бешеный дома? А откуда вы знаете, что он бешеный? Чё? Во всех газетах написано Так это, может, не про нашего? Ой, не смеши меня, а Мне за него капитана дадут Может, не дадут Дадут, дадут, никуда не денутся Я с ним сначала Непринуждённый разговор заведал Тед, Николаевич, притормози Надо ж выяснить У того Анри, который аферист Родинка есть Десять, двадцать Ты нормальный чувак, Анри, не жадный Я тебе помогу Тогда объясни мне, что они ко мне все прицепились? Брюки, что ли, не те? Не в брюках дело Глубже смотри Нет, я понимаю Я пока не зарабатываю Я нахлебник Но я же ищу Не в этом дело Ты держишься особняком А ты бы взял, поговорил с батей о футболе Он ведь болельщик Я ничего не знаю о футболе А я тебе скажу Понял Извини Так вот Наши сегодня в Испании Продули, три-ноль А батя об этом еще не знает Ну, спасибо Пользуйся, я не жадный И то, что некоторые Из-за десятки удавятся А еще и ремнем грозят И не могут понять простой вещи Что это потом против них обернется Ну-ка, погуляй пока Ну что, брат, Андрей А знаешь, как наши в Испании-то сыграли? Три-ноль Да Неудобный ты, собеседник Не получается у нас с тобой Непринужденный разговор На работ-то устроился? Да я пытаюсь Значит, не устроился Нехорошо Запах им не нравится Как шампиньоны жрать, так все гораздо А как выращивать, так нос воротят О, тоже мне А запах что-нибудь на есть самый русский Земледельческий, да? Здесь русский дух Здесь Русью пахнет А кому не нравится Может проваливать свое Это, как Лимпопо И ты утром в понедельник Пришел к начальству в галстуке Да И сорочка, небось, свежая Ну, естественно Может быть, в Африке Это естественно Но у нас Россия, понимаешь? У нас в воскресенье вечером народ отдыхает В понедельник утром народ умирает Да он тебя сразу возглавил, когда ты ему в кабинет вошел Да что мне делать-то? Я же не пью Плохо, да Я тоже не пью Но вот для дела Ты вот что Перед собеседованием возьми 50 грамм Рот прополощи И на галстук кетчупом накапай Все Примет, как родного А мне врать нельзя Да Да ты вообще можешь молчать Ты это Ты главный у него в кабинете Два стакана минералки с залпом хлопни И все Все поймет, не дурак Ну, я попробую Ну, по душам поговорили Контакт наладили, да? Ну, да Снимай штаны Ну, что они там делают? У них там непринужденный разговор Сомогите, а? Хватайте его Он мне пистолет отобрал А-а 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 Мать, ремень давай Борисович, ноги держи, он мигается, смотри Я не помешала? Папа, что происходит? Он нам родинку не хочет показывать А, Анри, что за упрямство такое? Почему ты не хочешь показать папе родинку? Ты что, не видишь, как для него это важно? Это для всех важно Пусть скажет, какую родинку Тогда покажу Да, папа, какую родинку? Как какую? Банан на левой ягодице Ну, если это так важно Стой! Нет там у него никакой родинки А ты откуда знаешь? Мама Да Ну Дело молодое Так все нелепо получилось Ты уж прости, Анри Да Мы все должны извиниться перед Анри Я бы тоже извинился Но я не буду Я по исполнению Да ладно Пять часов уже Пять? Ну тогда Соболезнь Ну, Анри, скажи что-нибудь Да Я тоже должен извиниться Вам может показаться, что я держусь как-то особняком Так это от застенчивости А на самом же деле я открыт для общения И сейчас вам это докажу Я надеюсь, это никак не связано Со штанами Аркадий Борисович Вы же любите футбол? Ну Ну, любите, а не знаете Три-ноль Наши продули в Испании Водички? Неплохо бы Я знаком с вашей работой Да Да И специалисты такого уровня нам нужны Вы настоящий профессионал Можно на ты? Пожалуйста Мы бы тебя с руками оторвали Хороший ты парень, мумие Но Есть одно но Примелькал, слушай, ты слишком Во всех газетах про тебя написано Вот что Приходи-ка ты через годик Когда все уляжется Окей? Следующий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова